Добрый день. Сегодня разговор с Анной Кочаровской. У меня в гостях Сергей Шаров-Делане. Здравствуйте. Здравствуйте. Член комитета 6 мая и, собственно говоря, один из тех, кто собрал общественный доклад по расследованию болотного дела. В ходе расследования были опрошены 600 очевидцев. Комиссия из 25 человек пришла к выводу, что в событии 6 мая 2019 года были спровоцированы властями специально в преддверии инаугурации президента Путина, назначенной на 7 мая. Сколько человек работало над расследованием? Ну, разное количество людей работало с разной степенью интенсивности. Я бы сказал так, что костяк рабочей группы стояло 5-6 человек. Это нормально. Это нормально, потому что хорошо оценить все свидетельства можно только одним способом, когда человек просматривает их все. От начала до конца. 600 очевидцев. Расскажите, какая у вас была схема и структура вообще добычи этой информации, как вы их отлавливали и как вы разговаривали? Это довольно просто. Мы составили, вот над ним повозились, это было очень тщательно сделано, был составлен опросник, который был вывешен на сайте комитета 6 мая, но и был повторен в целом ряде других ресурсов с отсылкой на сайт комитета 6 мая. Эта опроса составляла 20 вопросов. 20 вопросов подробнейшим образом, по полочкам, заставлявших людей раскладывать свои воспоминания, вычленять и раскладывать свои собственные воспоминания о 6 мая. Например, откуда вы узнали, насколько полный блайнд, о вообще готовящейся акции, насколько полный блайнд, вы были о ней информированы, откуда вы заходили, как проходил досмотр на входе, как вы двигались до малого каменного моста. То есть, из какой рамки вы вошли? Да, да, да. То есть, вы сходили прямо по Экиманке или вы заходили с Кадашевской набережной. Вот такие вопросы. Как проходил досмотр? Были какие-нибудь особенности? Вот вы двигались по Экиманке. Если вы заходили со стороны метро «Октябрьская» и двигались по Экиманке, какие были особенности при движении? Не бросилось вам что-нибудь, ну, ваше впечатление и что-нибудь необычное? Ну, например, и что необычное кому-нибудь бросилось в глаза? Да, достаточно много. Вот, например, во время движения по Экиманке людям бросилось, ну, во-первых, общее впечатление исключительно доброжелательного, такого праздничного шествия. Я скажу прямо, многие боялись, что 6 мая не будет достаточного количества людей. И когда все увидели, что людей очень много, что люди пришли, у всех было, ну, ощущение, ну, удачи, праздника некоторого, гордости за окружающих. Просто гордость, честно скажу. Сильно насторожило то, что с середины, например, нашествия сбоку вышел отряд ОМОНа в полном боевом облачении, которого раньше никто не видел. Это форма номер 4, это когда у тебя шлем, бронежилет, наколенники, налокотники, щитки на руках, ногах и перчатки с щитками. И с собаками на поводках. То есть 600 человек вообще, это те, кто пришли, зарегистрировались и, собственно говоря, ответили в анкете на сайте. Некоторое количество еще отдельно, была такая возможность предоставлена, особенно некоторые пожилые люди предпочли эту возможность, потому что плохо владеют Фейсбуком, там, скажем так далее. Они, можно было прийти в офисер Парнаса и оставить письменно ответы на те же самые вопросы. И много пожилых людей приходило? Да. Один из вопросов, который был задан в этой анкете, был, есть ли у вас ваши личные фото, видеоматериалы. Дальше мы смотрели, кто из людей, ну, по тому, где он находился, где он говорил, что в этот момент я снимал и так далее, и так далее. Кто из людей мог снять, ну, чьи с ним могли представлять интерес, обращались к ним, и эти люди их вдавали. Вот. То есть все вручную? Все вручную. Ну, находили абсолютно, безусловно, однозначно одно и то же мгновение. Мы взяли за базу тайминг, который был, поскольку он там был вынесен на экран, Минаев Лайф, ну, как некий условный. Просто практически условный. Минуты раньше, минуты позже, это не так важно, в конце концов. Сколько по времени шло расследование? Четыре месяца. Четыре месяца. Четыре месяца, ну, каждый день до трех ночей. До трех ночей. Все, кто не так плотно сидит. Вы выпустили такую сокращенную версию этого расследования. Я так понимаю, что сам доклад, это досуга страничный труд с фотографиями, да, и с какими-то... Во-первых, у нас есть свидетельство человека, и у нас есть все основания доверять, что это... Человек-корреспондент. Я выдам тайминг. Человек-корреспондент. Да. Он по долгу работы был на Болотной площади, ну, как бы, вот, посмотреть, где будет это завтра, готовясь к следующему дню, как бы, ну, как корреспондент. А, он рассматривал, понятно, себе, да, куда встать, что делать. Куда встать, да, да, да. Он просто был, ну, по долгу работы здесь был. И он лично видел, как разбивали асфальт, оградившись ограждениями отбойными лотками. А кто это делает? Это делает ЖКХ? То есть, таким образом, можно найти этих людей, которые пробили... Ну, понимаете, ну, наверное, можно найти. Ну, кто знает, они были просто в куртках, ну, таких вот, ну, как в рабочих куртках. Надпись, вот, по его словам, Мосводоканал мог тоже не увидеть, тоже немножечко издалека смотрел, может, привычки, что всегда делать Мосводоканал. Ну, что, у нас есть одно свидетельство? Вот. А дальше у нас есть целый ряд свидетельств людей, которые прошли среди, когда еще толчуточки не было. Одними из первых. Одними из первых, да, да. Которые просто видели сложные эти кучи за такими рамками, ну, металлические рамки, вот, ограждения, которые ставятся, как в метро, вот, как они всегда ставят, ограждая, переносные рамки. Такие сложные кучи, и обтянутые ленты, строительные ленты. Кучи этого асфальта. Потом есть свидетельства, как ребятки в черном, вот те самые пресловутые ребятки в черном с этими кучами оперируют. Так, подождите, давайте теперь разберемся с ребятками в черном. Вы говорите о провокаторах. Да. Очень много разговоров, как раз после тоже доклада, потом до ночи, как доказать, что были провокаторы, а не люди, например, каких-то очень радикальных взглядов на строй. Вы знаете, честно говоря, когда мы начинали работать, когда рабочая группа начинала работать, мы тоже были склонны считать, что, скорее всего, все-таки, ну, значительное, что ли, очень большое число людей, которые вот в черном и в масках, это радикалы. Угу. Вот. Ну, они вот так, внешне, похоже на радикалов. Ну, как часто мы их видим на предыдущей демонстрации. Правда, никогда ничего подобного радикалов в предыдущей демонстрации. Ну, конечно, агрессивные люди, мало симпатичные. Да. Ну, как нам теперь отделить, что они были со стороны власти? А вот дальше у нас появляется целый ряд свидетельств, очевидцев, плюс фото и видеоматериалы. И вот тут все становится совсем интересно. Очень большое количество очевидцев, то есть, понимаете, из 600 таких мы можем насчитать человек 40. Это ведь не так легко увидеть в толпе, когда человек 40 видит это, разные сцены из этого всего, которые видят, как люди, как эти люди проходят через сцепление, показывая к силу. Они одеты в штатском или что-нибудь? Они в штатском, они в черном. Они пытаются, они воюют на этой стороне, как бы кидаются в ОМОН камнями или пытаются продавливать ОМОН, потом показывают удостоверение и проходят на ту сторону. У нас есть кадры, как с той стороны выводят одетых в черное провокаторов в толпу. И что там изображено на этих фотографиях? На этих кадрах это клин такующего ОМОНа. ОМОН все держится, все так, положив руку один на плечо другого, в другой руке дубинка. Ну, это обычная тактика, совершенно понятная. И внутри этого клина человек в черном капюшоне. Следующий кадр, сделанный через полторы секунды, ОМОН уже работает, а человек в капюшоне уже исчез в толпе. У нас есть кадры... Много таких фотографий у вас? Таких фотографий не очень много. Не очень много, но они есть. Это очень важно. А видеосвидетельства вам удалось найти? Есть короткие кадры видеосвидетельств. Как человек, которого задерживает ОМОН после прорыва, он в маске. С него снимает маска, начинает дружелюбно беседовать, спокойно уходит с ним. Это на видео запечатлено? Да. Такие кадры есть. А эти видео выложены в общедоступном каком-то сайте или на комитете 6 мая? Ну, вот фотография, о которой я говорил, да, выложена. Это видео мы пока придерживаем. А вы как потом надеетесь его использовать? Мы надеемся, что мы его, ну, оно, естественно, передаем адвокатам, и мы надеемся его использовать в суде как вещественное доказательство. Когда будет слушать уже дела по существу, мы сейчас говорим о тех, кто, собственно говоря, сидит в СИЗО. Вот сегодня многими из них продлили до года. Я хочу сказать, вот у нас есть, скажем, фотографии, замечательная подборка фотографий. Парень такой, вполне себе такой накачанный, в черной футболке, даже без маски. Дерезов, ну, воюет против полицейских на стороне демонстрантов. Несколько минут спустя он же спокойно стоит, курит у автозаков, мирно беседует с ОМОНовцем. Почему ОМОН сдвинулся и сократил площадь? Пятого числа был составлен оперативный план действий милиции, в котором были изменены границы митинга, на те, которые мы увидели вживую. Это во-первых. Во-вторых, что они не были доведены до организации, до общественности. Это было, это сказано. Это прямо в нем сказано, дословно в нем сказано. Что они не были доведены до сведений ни организаторов, ни общественности. И что не были доведены под тем предлогом, что план, что картография, что это просто картографическое уточнение, где наши силы и средства мы располагаем, и вообще никому не положено об этом узнать. Так. Вот. То есть, понимаете, это прямое нарушение. Любые изменения по нашему закону, если говорить не про то, насколько наш закон хорош. Да, понятно. Какой он есть. По нашему закону, любые изменения в зоне митинга, вообще любые изменения параметров массового мероприятия могут делаться без согласования их с организаторами только в двух случаях. Когда возникло чрезвычайное ситуацию, какое-нибудь землетрясение, наводнение, прочее стихиное бедствие. Ну, понятно, не до того. Или когда возникли уже массовые беспорядки. Вот это два случая, когда можно, не согласовывая по нашему закону, не согласовываясь с организаторами, изменять параметры митинга. Среди 600 очевидцев, которые есть у вас анкетированных, кто-нибудь изъявлял желание остаться с летним лагерем? Да, да, да. Люди хотели... Я не говорю про лагерь. Большая часть просто говорила, что хотели бы остаться. Готовы были стоять там до ночи. Такие есть, конечно, действия. Далеко не все естественные люди. Ну, там было масса пожилых людей, людей с детьми. Понятно, что они не собирались оставаться на ночь. Беременные женщины. Понятно, что эти люди пришли на акцию с тем, чтобы потом отправиться домой. Но такие люди есть. В принципе, ну а что мешает гражданам России находиться на Болотной площади? Ну, просто посреди своего города ночью. У нас нет закона о комендантском часе. Возникает ощущение, что полиции было желание, ну, грубо говоря, взять всех, кто придет. Понимаете, я вполне понимаю испугом власти, нежеланием допустить демонстрантов в центр. Оно, ну, мне кажется, нелепым, но это, мое мнение, власти может быть другое. Эти баррикады, которые она выстроила на Большом Каменном мосту и такие же на Москворецком. Колоссальные резервы, которые были стянуты в центр, вот на Кремлевскую набережную и так далее, и так далее. Их видели люди, у нас есть свидетельства, люди, которые вывозили в автозак, которые видели все эти колонны, которые стояли там. Где стояли еще колонны? Уже за Москвой рекой. За Москвой рекой резервы. Что, это была какая-то тяжелая техника? Нет, это просто, ну, ОМОН, внутренние войска, полиция. Откуда они взяли так много ОМОНа? Так можно сказать, в каком роде вообще его надо? Да, это очень просто. Ну, во-первых, была задействована московская милиция, и московский ОМОН, и московская полиция 1-й и 2-й оперативные полки. Это вот были задействованы в полном объеме. Во-вторых, были задействованы внутренние войска. А вот такие солдатики стояли вдоль... Это внутренние войска, это срочники из внутренних войск. У нас есть довольно точные, мы можем сказать точно, сколько было кого, потому что просто, ну, это же есть официальные справки. Да, это было 12 800 с чем-то человек, вот, задействованных сил, и... 12 800 правоохранительных, представителей правоохранительных органов. Да, 12 800 сотрудников, значит. А какая-то есть у вас, ну, вот от более-менее точной цифры, сколько было людей, которые пришли на акцию? Вот тут цифры разнятся, и цифры разнятся очень интересно. Чтобы соотношение посчитать. Официальное заявление МВД было, что 8 тысяч. Да. При этом в своем же показании полковника Сдаренко, которое было, как выяснилось, сильно спустя, вроде как он должен был отвечать за безопасность. Вот он-то и был ответственен за безопасность на Болотной площади. Никому с ним не связаться там не удалось, из организатора. Да-да, еще одна из проблем, что его просто не было там, никто с ним не мог связаться. Может, он там и был, но спрятавшись где-то. Вот. Он говорил о том, что он уже знал о том, что в начале шесты было 30 тысяч. Оценки, видимо, самые справедливые. Ну, методом подсчета занятой площади, плотности людей, которые находятся на квадратном метре, говорят, примерно на 60. 100 тысяч там, конечно, не было, судя по всему, но 60 тысяч там было. То есть, что 5 человек на одного ОМОНа? Да, но расчет-то был из того, что будет 5 тысяч, 5, 7, 8 тысяч, что-то по всему. Понимаете, я понимаю, когда ОМОН стоит заслоном на пути к Кремлю, но ровно такие же заслоны ОМОНа в полной боевой экипировке наши свидетели видели во всех переулках за Москворечья. Причем даже не тех, которые напрямую... То есть, они собирались ловить людей, которые бы убегали... Я думаю, что они собирались замкнуть кольцо, если честно говоря. Это можно графически простроить, как они стояли, что действительно они образовывали кольцо? Ну, понимаете, они были стояли полностью, образовывали, полностью замыкали всю сторону, так сказать, северную сторону, обращенную к Кремлю. Ведь весь парк на Болотной площади был полностью забит войсками. Это у нас здесь просто видеоматериалом, просто кушняком забит. Ну, войсками, я так условно говорю, полиции, конечно, и внутренние войсками. Ну, то есть, они стояли вот так, да, плотненько. Практически занимали там все место. Собаками. Да, и с собаками, что очень страшно. Потому что, понимаете, ну, толпа людей, собаки без намордников, на платках. А не дай бог какая сорвется, значит, на что они управляемые. Ведет собак только такой же шок, такое же количество людей. И такая вот, ну, мясорубка, которая там получилась. Вот. Это, я говорю, это вот с одной стороны. А с другой стороны, все замоскворецкие переулки были забиты ОМОНовцами в форме, в полной боевой форме, форме номер 4, автобусами и техниками. Потом были из Подмосковья, это Софринский ОМОН и Балашка. А потом начинается всякая экзотика. Санкт-Петербург. Ну, ладно, это не очень экзотика. Иваново. Мариэл. Челябинск. Даже Якутск. Представляете, что значит перебросить ОМОН из Якутска в Москву? То есть это как-то довольно сильно заранее надло. Это сильно загодя, потому что, надо сказать, что человек, который перебрасывает за 5-часовых поясов, мне прям много приходилось летать, не очень дееспособен в тот же день. Ну, просто, потому что там уже ночь. Давно ночь. Вот. Так что это сильно, это явно спланированная операция, перебросить такие силы, 12. Что такое 12 800 человек? Это 4 дивизии. Это 4 дивизии. Это фронт. То есть, ой, прошу прощения, армия. Армия. Армия по военным временам. Понимаете, и основные итоги, что все-таки, что это, ну вот, рассматривалось две версии, они так написаны в докладе, честно написано, совершенно честно написано, что было две версии. Что это эксцесс исполнителей, или что это целенаправленные действия. Вот в докладе я просто процитирую. Что неправильно, что неправильно, поддерживая факты, масса беззаконистов и представителей власти, может иметь два объяснения. Первое, эксцесс исполнителей. Второе, заранее спланированная акция. Комиссия считает верным второе объяснение, которое оставляет прилагаемые нами версии. Вот эти два варианта долго дискутировались, приводились аргументы за и против, еще раз просматривались свидетельства, видеоматериала. И вот такой вывод комиссии. То есть комиссия в результате общественного расследования пришла к выводу, что виноваты власти, и это была заготовленная и продуманная акция против людей, которые пришли на акцию. Да, результат комиссии таков, вывод комиссии таков. Комиссия отправляет этот доклад в прокуратуру, в Следственный комитет, естественно, с целью проверки, возбуждения проверки по массовым нарушениям прав граждан, Конституции и прав граждан на мирные шествия, на мирные акции. Комиссия собирается обратиться в Европейский суд права человека, безусловно. Дело в том, что одновременно были нарушены европейские конвенции, которые подписаны Россией, и планируют обращение в Совет Европы, ОБСЕ, Европарламент, ООН. Но по большинству тех, кто сейчас сидит, ребят, и находятся под следствием, у нас есть по некоторым исчерпывающие. Оправдывающие? Абсолютно оправдывающие. Оправдывающие.